Когда власти официально признали, что новому космодрому без гептила не обойтись, многие почувствовали себя обманутыми. На публичных слушаниях в 2010 году говорилось, что Восточный – единственный космодром в стране, где предусматривается отказ от токсичных компонентов ракетного топлива. К слову, гептил в разгонном блоке «Фрегат», о котором сейчас говорится, тоже компонент ракетного топлива. Средство массовой информации узнало, что у нас все-таки разгонная ракета будет на гептиле. У меня первая реакция была шок. В 2002-м общественность уже поднималась, когда речь шла о ракете на гептиле, вспоминает Альбина Воропаева. Она была среди тех, кто был категорически против. Тогда экологи опирались на данные экологических последствий использования гептила, в частности на космодроме Плесецк. В Амурской области, кстати, по некоторым данным, хранились сотни тонн гептила, когда в регионе была 27-я ракетная дивизия. Знаю одно, что в то время, когда запускались эти твердо топливные ракеты, есть такая организация НПО «Машиностроение». Они проводили работу по санации территории космодрома, вот нашего нынешнего, от гептила. И сейчас где-то эта работа такая в стадии завершения. Вот там были проведены 6 лет проводились работы по санации территории от гептила. Наверное, вам это о многом говорит. Вопрос об использовании гептила возник, когда ракеты-носитель «Русь-М», который планировался изначально, по ряду причин с «Восточного», решили не запускать. Но решение о том, что с космодрома полетят другие ракеты именно на разгонном блоке фрегат, до сих пор окончательно не принято, говорят власти. Хотя это наиболее вероятный вариант. Запас гептила в разгонном блоке измеряется килограммами и находится в специальной герметичной капсуле, настаивают в правительстве. Но экологи нашли на сайте Роскосмоса технические характеристики фрегата с указанием максимального количества топлива. Речь идет о тоннах. Вопросов пока больше, чем ответов, говорят экологи. Все чаще звучит идея проведения новых публичных слушаний. Кроме того, Юрий Гафаров направил запросы в областное правительство и Роскосмос. Ответы властей рассчитывает получить уже в начале мая. Не долетел блок фрегат до космоса, а вместе с ракетой вернулся обратно на Землю. Что в этом случае происходит? И есть вопросы, связанные с транспортировкой топлива, с заправкой разгонного блока на космодроме. Топливо же у нас в любом случае, то есть гептил будет везти по железным дорогам. А у нас поезда в последнее время сходят с периодичностью где-то так раз в неделю, по-моему. Никто не говорит, что это как бы вот все, как бы вот сейчас фрегат будет и мы все помрем. Это, я понимаю, такие настроения кое-где существуют, но это паника на самом деле. Вопрос о том, что есть определенные сложности, есть определенные вопросы, которые нужно обсуждать. А вот сотрудник Института водных и экологических проблем сибирского отделения РАН, Игорь Алексеев, уже сейчас уверен, не так страшен гептил, как его молюют. Он не отрицает, что это вещество высшего класса опасности, может вызывать отравление и долго хранится в почве. Но по данным различных источников, в том числе института, гептил не усваивается растениями. И в случае ЧП остается в месте разлива, не попадает в реки с грунтовыми водами. А при штатной или даже внештатной ситуации есть множество факторов, при которых от вещества не остается и следа. Есть фактор пирогенного воздействия, то есть огневого воздействия, если это аварийная ситуация. Плюс ко всему воздух, сопротивление которого выжигает гептил из баков и амил. И плюс ко всему он настолько перемешивается с атмосферой, что здесь следов он просто не найдет. Он может кружиться в атмосфере достаточно долго и может быть даже никогда не выпадет. Плюс ко всему прибавьте сюда воздействие ультрафиолетового излучения, которое разрушает любые органические и неорганические вещества. От него следов буквально через часа три не останется вообще. О безопасности говорят и областные чиновники. В чем опасность заправки ракеты, что начинается работать на земле. Что там хранилища, там проливы, там по компонентам, там есть опасность определенная, экологическая. Я говорил, этого на космодроме не будет. Я и сейчас это повторяю. А с точки зрения применения вообще гептила для космической техники, нет такого космодрома в мире, где бы не использовался для космических аппаратов, для верхних ступеней и разгонных блоков, не использовался бы токсичный компонент. Если все так безопасно, как говорят власти, почему до этого о гептиле не было ни слова? И почему сейчас о нем говорится так мало? Спрашивают экологи, общественники, да и просто жители. Принцип открытости был нарушен еще при проведении публичных слушаний в 2010 году, считает эколог, преподаватель и политик Наталья Калинина. Ведь слушания проводились в закрытом городе Углегорске. Да и части ракеты-носителей будут падать в Якутии и Хабаровском крае. Наталья Калинина заявила о намерении создать коалицию за экологическую безопасность космодрома, в том числе с представителями этих регионов. Дальше мы будем, конечно же, требовать запрета использования гептилового топлива на космодроме Восточный и плюс еще и ядерных технологий, поскольку это еще один шаг, о котором сегодня заявляют официальные структуры. Даже на сайте Роскосмоса написано, что освоение и разработка перспективных ядерных энергетических установок, то есть ядерного двигателя, связано именно с космодромом Восточный. На все эти вопросы люди ждут ответы на публичных обсуждениях. Нехватка информации провоцирует домыслы, слухи и даже страх. При этом по Конституции у каждого есть право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. Ольга Канюшкина, Светлана Рожкова, Василий Пронькин. Альфа-Новости.